Итоги недели Что важно знать в подробностях И к чему необходим компетентный комментарий Как всегда в начале выпуска Коротко о главных темах сегодняшней программы Одна из самых торжественных дат Суверенной Беларуси День матери Безоговорочно принята людьми И является одной из самых значимых В Брестском госполкоме и районных администрациях Прошли торжественные чествования женщин И вручены почетные награды многодетным матерям Пришло время дискуссий На Брещине активно проходят форумы обсуждения По грядущим изменениям в Конституцию Представители разных сфер деятельности Высказывают свои идеи и пожелания В центре внимания Возведение нового лечебного корпуса Детской областной больницы А также строительство крупного медицинского центра В так называемой Заречной части Что это за проекты И как скоро они будут введены в полный функционал Мониторинг наших корреспондентов Одним из центральных, главных событий текущей недели Стало в нашей стране празднование Дня Матери Сколько теплых, трепетных, важных слов Услышала каждая представительница прекрасной половины Но даже все они, произнесенные миллион раз В самых противоположных уголках мира Не смогут превзойти тех простых человеческих чувств Которые каждая любящая мама Испытывает по отношению к своему ребенку По доброй традиции В городе прошли торжественные Встречи и приемы В адрес женщин звучали слова поздравлений И пожелания многих лет Долгой и активной жизни Что вкладывают в понимание этого праздника Сами мамы В чем видят свою миссию и предназначение На протяжении недели об этом говорили наши корреспонденты Общаясь с мамами города Бреста Рождение, воспитание детей Это колоссальная ответственность Ты же хочешь своему ребенку Приявить все самое лучшее Ты заботишься, неважно Вот сейчас нашей Настеньке Там два месяца И сыну будет скоро 16 лет Ты будешь за него переживать И в 16, и в 2 месяца И в 30 лет, и в 40 Как моя мама по сей день говорит Вы все равно для нас дети И будете для нас детьми всегда Два месяца назад Анна Мусвидас Испытала счастье материнства во второй раз Это важное и трепетное событие для всей семьи Ведь впервые Анна стала мамой 15 лет назад Сейчас счастливая семья пополнилась долгожданной принцессой Имя девочки родители выбрали сразу Соединив свои имена Анна и Станислав Малышку назвали Анастасия Безграничная радость после стольких лет Снова окунуться в приятные хлопоты О маленьком человечке Охватила всех членов семьи без исключения Но кроме чувства огромного счастья быть мамой Анна знает, что материнство Это еще и колоссальный труд и ответственность В этом с ней солидарны и другие Не менее активные мамы города Они стали участницами большого торжественного приема В городском исполнительном комитете Конечно, профессиональный путь у каждой из этих женщин свой Они успешно руководят, обеспечивают безопасность На городских улицах Учат детей в школах и детских садах Но при этом они остаются любящими и заботливыми мамами Причем иногда не только для своих детей, но и для воспитанников Я мама двоих деток У меня сын замечательный, дочь Но я, наверное, могу себя назвать многодетной мамой В каком смысле? У меня два коллектива огромных детей И все они для меня, как мои дети Они растут у меня, приходят с трех-четырех лет Я их выпускаю, я их потом замуж выдаю Я уже их детей к себе приглашаю на занятия Вот, поэтому вся моя жизнь – это работа с детьми Которых я очень-очень люблю И считаю, что мой долг, прежде всего И, наверное, моя судьба, и моя жизнь Связана именно с этой благородной профессией Быть учителем На таких встречах, прежде всего, конечно, хочется сказать Слова благодарности нашим мамам За участие в развитии города Бреста Которые уже оставили свой след Не только в нашем городе, но и в нашей стране В нашей Республике Беларусь А также поблагодарить за деток, которые прославили Наш город И, конечно, о нашем городе знают Не только в нашей Республике, но и далеко за пределами В этот день, прежде всего, хочу сказать слова благодарности И пожелать, прежде всего, конечно, крепкого здоровья И, конечно, как у каждой мамы Есть самые заветные желания Чтобы они обязательно исполнились Мира, добра, любви, благополучия С праздником! Особого внимания в День матери достойны женщины Чье призвание воспитывать детей стало достоянием страны Районным администрациям, Московской и Ленинской Была предоставлена возможность наградить женщин орденами матери Каждая из этих милых дам без ложной скромности героиня Достойное внимания, уважения и заботы Ведь их труд такой важный и такой ответственный У моих родителей большая семья У мужа большая семья Поэтому для нас это... Ну, рождение ребенка – это всегда праздник Вот У моих родителей 40 внуков У моей свекрови и свекра у них 20, наверное, внуков Я точно всех не сосчитать Вот, поэтому нас много Все очень дружные У нас есть традиции семейные Мы вместе обедаем практически каждое воскресенье Это у нас семейный обед Каждая семья готовит какие-то блюда И мы собираемся вместе, поем, радуемся, общаемся Воспитываем пятерых детей Я сама из многодетной семьи Нас было 12 У мужа пятеро Детей, конечно, тяжело растить Это тяжелый очень труд Но все равно весело То, что я вижу даже по маме своей 12 детей И к ней приедут 42 внука Это радость Мамы белорусские, смелые и при этом такие открытые, добрые, чуткие Их душевного тепла хватает на то, чтобы не только воспитать своих детей Но и помочь тем малышам, кто по разным причинам оказался обделенным любовью и заботой Эти слова в первую очередь адресованы приемным мамам, родителям, воспитателям домов семейного типа И о них в этот праздник говорили с теплотой и заботой в Ленинском районе Слова благодарности за труд и воспитание, цветы и грамоты – все в честь мам Они принимали это с улыбкой и легким смущением Ведь в эти минуты они вновь ощутили значимость своей непростой миссии И испытали чувство гордости за свою большую и счастливую семью Это наша, наверное, семейная задача Задача семьи – находить детки разные Но слово «семья» – это один узелок И нужно связывать вот эти ниточки все в один узелок Они разные, разный характер Как и мы все дома тоже разные Есть слово «семья» И вот эти узелочки, ниточки должны обязательно быть Дети – это всегда счастье, радость Ты молодеешь с детками Всегда чувство какое-то, не знаю, наполнение Ты живешь в этой радости и даришь детям эту радость Я вообще не представляю свою жизнь без детей Потому что я говорю, понятно, что улыбки – большая ответственность Это гордость, это, не знаю, быть мамой – это почетно и гордо, наверное Дарить счастье другим, и ты становишься счастливее Быть мамой – важная миссия для каждой женщины Но еще важнее состояться в этой роли Ведь на кону главная награда – улыбки и смех счастливых и здоровых детей Которые, несмотря на годы, для своих матерей всегда будут маленькими шаловливыми крохами За которых волнуются и переживают Сначала рабочей недели в городе над Бугом Активно проходят форумы обсуждения под названием «Берастейский диалог» Обмен мнениями происходит между представителями исполнительной власти Членами общественных организаций Преподавателями университетов и экспертов в сфере законодательства и права Вопросы, которые затрагивают участники во время этих панельных дискуссий Касаются каждого белоруса Речь о возможных поправках в избирательный кодекс Политических реформах, расширении полномочий власти на местах Изменения избирательной системы и многом другом звучат на каждой встрече Как отмечают участники форума, тема диалога непростая А значит, обмен мнениями будет продолжен Нужны ли обществу изменения в Конституции и какими они видят их? Продолжение темы далее Разговоры о том, что Беларуси нужна новая Конституция, идут давно И с начала этой недели все перешли от слов к делу В городе над Бугом провели первый региональный форум «Беростейский диалог» На котором обсуждались вопросы конституционной реформы и партийного строительства Участие в обсуждении приняли преподаватели университетов, представители политических партий и общественных организаций, а также эксперты Мы все объединены общей целью Выслушать друг друга, понять и, повторюсь, наметить те точки, от которых можно дальше двигаться в направлении развития Беларуси Как страны действительно для народа, для мира, для жизни будущего наших детей К слову, и сейчас любой желающий может направить свои предложения по оптимизации Конституции в парламент Республики Беларусь Данные эти есть в открытом доступе Можно пользоваться как электронной формой, так и более привычными для людей старшего поколения официальными, так сказать, каналами документа оборота Все это сейчас возможно, и, повторюсь, на мой взгляд, диалог о будущем можно строить только на основании основного закона страны То есть речь не идет о каком-то забалтывании проблем, скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения Во время панельной дискуссии участники обсуждали вопросы, связанные с избирательной системой, партийным строительством, с отменой смертной казни, а также с введением должности уполномоченного по правам человека Эксперты уверены, пересмотры белорусской Конституции положат начало переменам в стране А чтобы эти перемены были положительными и устраивали всех, в процессе диалога важно выслушать как предложения представителей власти, так и людей с альтернативным мнением Ведь только таким образом можно прийти к единому решению У нас есть идея, мы еще в прошлом году обсуждали с противниками куминаторного завода необходимость проведения реформы Конституции Потому что мы увидели огромную проблему, все разговоры о конституциях, о реформах ведутся только с точки зрения изменения баланса властей, переноса каких-то полномочий А к сожалению граждане очень ограничены в возможностях защищать свои права и в возможностях народа власти Вот это я хочу высказать сегодня на этом мероприятии, что очень важно, чтобы были реальные механизмы защиты людей И люди у нас уже достаточно грамотные, умные люди в Беларуси, они достаточно самоорганизованные И поэтому масса вещей, которые должны работать На протяжении недели в Бресте проходил обмен мнениями о роли местного управления, самоуправления с проекцией на развитие регионов А также обсуждение проблем в образовании, спорте и культуре Какие еще вопросы станут главной темой обсуждения и какие предложения поступят, время покажет Пока известно одно, дискуссии будут продолжены Вопрос политических реформ сложный, а потому решить его быстро не получится К слову, поделиться своим мнением или внести предложение по вопросу изменения Конституции можно не только участвуя в форумах Как подчеркнул главный редактор Брестской газеты «Зыря» Поделиться мнением может каждый, воспользовавшись электронной почтой парламента Или почтой областной, районных, городских газет, в том числе и негосударственных И многие этой возможностью уже воспользовались Эти обращения можно разделить, как я вижу, на две такие категории Первое, это четко люди понимают, видят Конституцию, видно, что они ее читали Даже сравнивали некоторые Конституции прошлых лет, нынешнюю Конституцию Но есть, конечно, обращения, они больше не к изменениям в Конституцию Они такие социального, бытового плана Это, если и рассматривать их, то скорее как изменения в какие-то кодексы Например, в трудовой, в налоговый кодекс Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров, с которыми обращаются к нам люди Например, изменения в избирательную систему Переход к мажоритарно-пропорциональной системе Когда депутаты парламента избираются не только как сегодня Но и часть из них избирается непосредственно А часть как представители партий Есть предложение более конкретизировать формы собственности в Конституции Если там у нас прописано государственное и частное То, знаете, сейчас есть и формы государственно-частного партнерства Поэтому вполне логично, вот человек предлагает государственно-частную форму собственности Расшифровать еще и дальше Практически все обрещания согласны с тем, что политические реформы должны быть Но есть и другие мнения На мой взгляд, Конституция 1994 года Которая по праву была признана одной из лучших вообще в мире По своим каким-то нормам, демократическим правилам Она необходима к развращению Это единственный правильный вариант для нас Должны быть большие собрания, должны быть какие-то представители от народа Это 100% тут То есть люди сами знают, чего они хотят И государство должно прислушиваться к своим людям Чтобы люди имели право выбирать, имели право говорить, выражать свою точку зрения, свое мнение Ну, я думаю, что если это будет, скажем так, первый шаг А дальше будет все меняться и все будет гораздо лучше Не нам это обсуждать Ну, какие изменения? Ну, вот на ваш взгляд, какие изменения? Что нам нужно поменять в Конституции? Сейчас проходит активное обсуждение каких-то реформ? Я не знаю, я не политик, не понимаю Должны прислушиваться к людям Есть, конечно, мнения Поэтому должны, безусловно, ну, не все какие-то там бредовые Но которые действительно направлены на то, чтобы закон соблюдался в нашей стране По итогам дискуссии, а также внесенных пожеланий белорусов, эксперты проведут анализ мнений, после чего сформируют пакет предложений, который позже будет обобщен юристами и вынесен на общественное обсуждение Ирина Кузьмича, Дарт Бакунович, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» Следующий материал программы о предприятии с большой историей Предприятии, которые являются визитной карточкой Брестской области Это открытое акционерное общество «Берестейский пекарь» Крупнейший белорусский производитель хлебобулочных изделий имеет 8 региональных филиалов На которых производится более 3700 тонн хлебобулочной продукции в месяц Наши корреспонденты не случайно отправились на это предприятие Ведь 16 октября в мире отмечали День хлеба У славянских народов и даже у нас, в Ульбашей, хлеб является продуктом номер один Бренд «Берестейский пекарь» известен по всей Беларуси Ведь это один из крупнейших производителей как хлебобулочных, так и кондитерских изделий на территории нашей республики И по объемам реализации является одним из лидеров среди областных предприятий хлебопекарной отрасли Секрет успешности достаточно прост Вся продукция выпекается с душой и в нее вкладывается тепло человеческих рук Акционерное общество «Берестейский пекарь» – это крупнейший производитель хлеба и хлебобулочных изделий Как в Брестской области, ну и даже, я скажу это, в масштабах и Республики Беларусь На предприятии сегодня работает более двух тысяч человек Восемь филиалов по всей области у нас Это Брест, Барановичи, Пинск, Кобрин, Лунинец, Столин, Давыдгородок, Ганцевич Хлебопеки ООО «Берестейский пекарь» обеспечивают население И производят такой важный продукт, как хлеб, ну и хлебобулочные изделия Которые у нас каждый день на столе Около 80 видов хлебобулочных изделий Более 20 различных пирогов и более 30 разновидностей одного только хлеба С семечками, сухофруктами, отрубями, диабетически, ржаной и пшеничной Бездрожевой, с пищевыми волокнами И это далеко не полный перечень, выпускаемой предприятием продукции Всего открытое акционерное общество «Берестейский пекарь» Реализует в месяц более 3700 тонн хлебобулочных и 340 тонн кондитерских изделий Предприятие экспортирует свою продукцию на сумму более полутора миллиона долларов в год У нас насчитывается более 17 стран, куда мы экспортируем самую вкусную, самую сладкую продукцию Это у нас как ближние зарубежья, так и дальние В основном рынок сбыта, конечно, является Российская Федерация Также это Украина, Польша, Германия Но также есть и дальние страны, так как Новая Зеландия, Сингапур, Китай, Америка Реализовывать на всей территории Беларуси, а также экспортировать ближние и дальние зарубежья Хлебобулочные, кондитерские изделия «Берестейского пекаря» позволяют высокие стандарты качества, предъявляемые к продукции А также работа умелого и преданного делу персонала В заводе я работаю уже 8 лет Начинала работать в хлебном цеху Упаковывала хлеб На упаковочной машине Работаю на пряниках, пакую пряник Моя работа мне очень нравится Я вкладываю душу в свою работу Благодаря добросовестному труду работников предприятия и мощностям производства В одном только цехе выпускается порядка 16 наименований ржано-пшеничных сортов хлеба Этот процесс идет в круглосуточном режиме на двух линиях чешского производства От замеса из закваски, брожения, растойки, формовки и округления теста до выхода из печи проходят целые сутки В последнее время мы провели модернизацию этих двух линий В плане, что мы установили автоматически растойные агрегаты Это упростило ручной труд Дало больше качественный хлеб Получается, что все микроклимат, который должен быть при растойке хлеба У нас в автоматическом процессе То есть уже не надо, скажем так, ловить те параметры, которые были раньше Все в автоматическом режиме работает Упростило работу операторов и улучшило качество хлеба Полезная продукция берестейского пекаря с широким ассортиментом и отличными вкусовыми качествами Действительно полюбилась жителям Беларуси Поэтому неудивительно, что сотрудники предприятия регулярно получают обратную связь от благодарных покупателей Очень много приходят к нам в социальные сети Очень много теплых слов, обратной связи, благодарности слов за нашу продукцию Конечно, наша продукция трудится очень много людей Которые ежедневно дарят свое тепло рук, души, любовь к хлебу Соответственно, он и получается у нас очень пышным, ароматным, вкусным и любимым продуктом нашего города Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич Специально для программы «Итоги недели» Вы смотрите программу «Итоги недели» Мы продолжаем Празднование тысячелетия Бреста стало поводом для того, чтобы пересмотреть городскую логистику Расширить перечень социальных объектов Отремонтировать те спальные районы, где это было особенно необходимо На ближайшие несколько лет задача для города над Бугом – расширить доступность медицинских учреждений Так, в эти дни активно ведется работа сразу на нескольких объектах В центре внимания – возведение нового лечебного корпуса детской областной больницы А также строительство крупного медицинского центра в так называемой «заречной части» Что это за проекты и как скоро они будут введены в полный функционал Об этом и не только – смотрите в нашем следующем материале Самый большой в регионе медицинский комплекс должен появиться в «Заречной части» областного центра Уже сегодня он впечатляет своим масштабом Согласно проекту, здесь будут размещены сразу три учреждения Взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация От генерального подрядчика предприятия «Брестоблсельстрой» На объекте сегодня трудятся сразу несколько организаций-филиалов Работы ведутся на трех объектах параллельно Сегодня, как видите, идет устройство монолитных каркасов этих зданий Заполнение проемов Сегодня идет активная работа по строительным монтажным работам По устройству каркасов этих трех зданий В основном здесь работают организации области строя Их порядка десяти организаций сегодня работают на объекте Еженедельно здесь проходят штабы под руководством генерального директора области строя С участием заказчика Все вопросы, которые возникают, они решаются оперативно Новые комплексы снастят самым современным оборудованием Планируется, что будущий медицинский центр разгрузит уже существующие поликлиники города И тем самым сократит очереди Несмотря на то, что это три самостоятельных учреждения Вместе они будут создавать единый комплекс Куда за медицинской помощью смогут обратиться и взрослые, и дети Сдача объекта запланирована на второй полугодии 2022-го В ходе проектирования, конечно, учитывали все пожелания наших врачей Которые будут здесь в будущем работать Поэтому объект будет нормальный, функциональный Для чего он и предназначен А предназначен он, в первую очередь, для обслуживания населения Как мы говорим, заречного микрорайона Вот новый микрорайон, те районы, которые построены вдоль Варшавки Вот для всего населения заречного района Возведение нового корпуса детской областной больницы также продолжается Строители уже практически разобрались с цокольным этажом И постепенно переходят к работе над помещениями для юных пациентов и их родителей В новый корпус переедет часть ныне существующих отделений Таким образом площади расширятся И специалистам всех профилей будет работаться удобнее и комфортнее В проекте данном, те отделения, которые съезжают Все уже нарисовано и придумано в рамках тех ТНПА существующих То есть по площади, по оснащению и так далее Это будет новое слово в медицине, скажем так Получается, разгружаются площади для расширения тех существующих отделений Мы пока не ставим задачу увеличения коек Пока мы справляемся с этими койками, койками, наличием А вот с площадями будет все хорошо Это создает условия для тех остающихся в старых площадях А площадь больше становится Это удобство и для пациента, и для комфорт для сотрудников Сейчас приходится некие профили совмещенные, которые есть Им приходится ютиться где-то всем в одном помещении Там можно будет создать комфортные условия для работы в том числе Новый блок будет оснащен всем необходимым Здесь разработана концепция безбарьерной среды В проект заложены лифты, подъемники Согласно плану, сюда переедет часть реанимационного отделения Отделение для недоношенных детей и малышей до года Кардиоревматологический блок и сектор палеотивной помощи В целом объект впишется в существующую инфраструктуру и дополнит ее С учетом комфорта и пациентов, и докторов Ввод корпуса запланирован на 2021 К концу года текущего строители должны завершить возведение так называемой коробки Чтобы зимой переходить на внутренние и отделочные работы Ярмарки по продаже плода овощной продукции активно проходят в областном центре На пяти площадках города представлен широкий ассортимент плода овощной продукции Продолжится торговля до конца октября, по субботам А сегодня на территории торгово-развлекательного центра «Экватор» прошла расширенная ярмарка продажа И уже по традиции в рамках осеннего праздника прошло мероприятие «Мой адрес, Московский район», на котором чествовали лучших горожан Участие и в ярмарке, и в торжественном мероприятии принял председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук Овощи, ягоды, фрукты, традиционно разнообразный ассортимент осенних ярмарок радуют глаз и в этот раз Богатый выбор и демократичные цены – это их главное преимущество А число желающих запастить нужным количеством витаминов и полезными для здоровья продуктами было традиционно большое Сельхозхозяйственные ярмарки в Бресте стали доброй традицией С каждым разом реализация продуктов становится удобнее и доступнее Мы постоянно ищем наиболее оптимальные форматы проведения ярмарок И сегодня мы видим один из таких форматов Наверное, многие уже забыли те ярмарки, которые были на улице Гоголя Когда мы вытаптывали всю нашу зеленую растительность И в принципе не очень эстетично было для центра города Но постоянно будем искать варианты более оптимальные Шаговая доступность, удобство парковки, удобство загрузки Ну и, конечно, цены Чем больше конкуренция, тем лучше цены И что очень приятно, конечно, эстетика ярмарок у нас каждым годом все-таки лучше Даже теперь уже покупаешь что-то, оно все красиво упаковано, помыто, чистенько Это нормальный европейский вариант Помимо богатого ассортимента ярмарки На территории торгово-развлекательного центра «Экватор» проходил и праздник Московского района Люди не только могли пополнить свои запасы на зиму, но и стать частью торжества Песни и танцы добавляли настроение горожанам в этот хмурый и дождливый день К слову, у мероприятия «Мой адрес, Московский район» – своя история, которая началась 9 лет назад Проведение праздника «Мой адрес, Московский район» уже стало традиционным Традицию заложил Александр Степанович Аргачук В этом году этот праздник проводится уже в 9 раз Начинался он, первый раз проводился на Грибном канале Потом очень долгое время проводился на площадке у Белгостраха В этом году мы решили сменить локацию и перенести, скажем, на более широкую площадку у торгового центра «Экватор» Большая концертная программа прерывала счествование настоящих профессионалов своего дела В Московском районе проживает более 242 тысяч жителей и в их числе большое количество достойных брещан Награждали работников социальной сферы, специалистов предприятия, а также удостоили грамоты Министерства образования Родители-воспитатели детского дома семейного типа Московского района Юлии Петровскую, которая воспитывает десятерых детей Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели» Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните Номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза растительный препарат при кашле из Германии Проспан для взрослых и детей с двух лет Проспан оказывает отхаркивающее, пронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению Для удобства применения две формы препарата Проспан Капли и сироп Не содержит красителей и сахара Проспан – сила природы против вашего кашля Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БУК-ТВ Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! Проспан от кашля при простуде помогает